Это тоже, наверное, один из немногих социальных проектов в интернете. Я бы хотел рассказать исторически, как мы пришли к этому, и как вообще возникла идея сделать что-то в интернете про добро. Сначала все достаточно просто. В рамках образовательного курса на физтехе «Инновационную практику» нам предложили сделать проект. Сделать проект благотворительности. Почему благотворительность? Потому что очень мало проектов благотворительности, и большая беда в том, что если мы захотим сравнить частную и корпоративную благотворительности в России и в Штатах, то мы увидим, что в России частная благотворительность значительно отстает. В сотни и сотни раз. Несмотря на то, что благотворительность в интернете растет в Штатах на 20-30% в год, и мы видим это, в России явно не хватает социальных проектов. И SocialCamp — отличное мероприятие для того, чтобы в этом поменять это. Мы думали, только 5% людей жертвуют деньги. А почему так мало? Мы подумали и пришли к нему, что есть барьеры для прямых денежных пожертвований. Кому-то слишком сложно сделать это пожертвование, кто-то не знает, какой фонд или какая социальная инициатива существует, чтобы отдать эти деньги. Кто-то не доверяет. Гигантская проблема в России — доверие к благотворительности. А для кого-то существующие инструменты просто слишком сложны. Он и готов бы передать деньги, но заполнять банковскую квитанцию, бежать в банк — это просто слишком долго. И мы подумали, почему бы не создать инструмент для безденежной помощи в интернете. У нас же есть волонтеры и есть просто люди, которые помогают деньгами. Почему нельзя сделать какое-то что-то вроде волонтерства в интернете? Ах, ругаются антивирусы. Ничего страшного. Почему бы это не сделать? И мы подумали, как сделать благотворительную интернет-площадку, на которую пользователь будет приходить, выполнять действия, предложенные рекламодателем, а заработанные на этом средства будут переводиться на благотворительность. Таким образом, пользователь получит возможность помогать и при этом не тратить свои собственные деньги. Почему это может быть хорошо? У нас достаточно индивистические представления об этом. Вот у вас появился бесплатный инструмент, удобный, простой. Вы можете помогать и не тратить денег. Разумеется, многие барьеры для вас сразу же снимаются. Поскольку вам не нужно отдавать деньги, а вы тратите только время, то барьер недоверия значительно уменьшается. Гораздо проще пожертвовать пару минут своего времени, чем перевести 100, 200, 300 рублей. И в дальнейшем, если вы увидите результат, если вы увидите, что ваши минуты принесли пользу, вы сможете помогать и дальше, помогать деньгами. И мы надеялись, что проекты, возможно, похожие на One Minute, смогут поменять ситуацию в благотворительности и вовлечь больше и больше людей. Ну, это мы все думали, фантазировали. Нужно было просто взять и сделать. И вы взяли и сделали. Были гигантские проблемы с тем, что мы, группа никому не известных студентов, что мы хотим сделать рекламную площадку, у которой не было ни рекламодателей, ни пользователей. Получалось, проблема неца и курицы. Мы приходим к рекламодателям и говорим, дайте нам рекламу. Мы будем показывать ее пользователям и переводить деньги на благотворительность. Нам вам говорили, а сколько у вас пользователей? Мы говорили, ну, пока ноль. А, соответственно, пользователи тоже никак не могли появиться, поскольку не было ни одного рекламодателя. Нам повезло, мы нашли двух рекламодателей и в ноябре, в ноябре месяце, запустили простой сайт, два рекламодателя. Нам все говорили, что нет, ребята, это не будет работать. Никому не нужна ваша реклама в интернете добрая. Никто не будет заходить, никто не будет нажимать, выполнять действия. И рекламодателей вы никогда не найдете. Но за предновогодний месяц, за месяц декабря, мы нашли, кроме наших двух рекламодателей, еще шесть. И каким-то образом, вообще с нулевыми рекламными бюджетами, с нулевыми затратами на маркетинг, нам удалось привлечь порядка 50 тысяч людей на сайт. 50 тысяч людей зашли на наш сайт, выполнили простые действия. Вот простыми действиями у нас было скачивание Google Chrome и переход на сайт-банк. Потом появились еще. И мы увидели, что половина из этих 50 тысяч совершает действия. Что еще интереснее, из 50 тысяч мы лично привели где-то тысяч 10-15. А остальные пришли из социальных сетей по перепостам, лайкам и так далее. Мы поняли самое главное, что, во-первых, пользователи готовы что-то делать. Они готовы выполнять действия. И второе, они охотно об этом рассказывали. Собственно, наша первая акция, я, наверное, должен был раньше об этом сказать, мы совершенно ничего не понимали в благотворительности, кому идти, чтобы помочь, где найти фонд, как нам, вообще, кому нужна помощь. Кому-то фондом мы приходили и говорили, смотрите, такая классная штука, от вас ничего не нужно. Мы просто будем приходить и передавать деньги, а вы будете их распределять. И нам говорили нет. Я вам только сказал. Ну, мы говорили, ребята, вы или не понимали нашу модель, но все говорили, вот когда будут деньги, тогда приходите и мы сделаем. Мы нашли один фонд, который предложил вам собирать деньги на подарки. Я вот уже показывал на сайте. В первой акции перед новогодней мы собирали деньги на сладкие подарки детям в детские дома. В детские дома в Московской области, в Тульской, всего было 40-42 детских домов. Мы не знали, сколько мы подарков можем собрать там, тысячу, либо пятьсот, либо пятнадцать, никто не знал. Тем не менее, мы помимо сладких подарков еще собирали подарки для детей. То есть каждый ребенок написал письмо, было 20 детей, и мы эти фотографии детей с их пожеланиями разместили на сайте. В общем, акция закончилась. В итоге более 800 детей, 752, если быть совсем точным, получила подарки. 20 из них получила персональные, остальные получили сладкие. Была большая история о том, как мы купили эти подарки. Получилась такая небольшая газель, полностью забитая коровками из подарков. И мы с этой газелью поехали по детским домам. в Ногинск, в Электросталь, и мы приезжаем с подарка, и, безумные истории, приезжаем, разгружаешь коробочку, приходит мальчик, говорит, дядь, Витуха, держи, я помогу тебе сейчас. И приехав вот в эти детские дома, я понял, что детям не нужны подарки. То есть, им вообще не нужны подарки. А когда мы потом вручали 20 персональных подарков, через две недели уже после Нового года, потому что случилась накладка, и детей, которым собирали подарки к Новому году, увезли в Беларусь. Просто мы приехали с подарками и взяли, и увезли в этот же день в Беларусь наоборот. Поэтому мы подождали, пока они вернутся, вручили им подарки. И когда они все открывали коробки, распаковывали эти подарки, я смотрел, и я понимал, что детям нужны не подарки, им нужно внимания. То, что мы к ним пришли, мы сели с ними на ковер и играем в игры, ждем, предлагаем купить им батарейки, они хвастаются друг с другом. Я понимаю, насколько сильно им нужно внимания. Не подарки. Ну, не суть важно. Что мы попробовали? Мы попробовали, у нас получилась первая акция, я очень боялся, что мы начнем и ничего не соберем. Вот они 700 детей, неплохо это. Мы подумали, мы десятеро с одним фондом перед Новым годом смогли сделать такую отличную акцию. Что, если мы, наш инструмент, бесплатный помощь, сможем передать нескольким фондам? Проводить одновременно несколько акций у нас получится гораздо больше, чем у нас 8-10 евангелистов, которые рассылали все эти ссылки по социальным сетям. Мы сможем гораздо больше. И мы подумали сделать что-то вроде площадки, объединяющей фонды и, соответственно, всех людей. поскольку мы не просим делать прямые денежные переводы, то все пользователи от каждого фонда, они могут помогать всем, тратя только свое время, только выполняя действия. И мы начали думать, а сколько вообще таких заинтересованных пользователей, людей, может быть в российском интернете. мы сделали очень просто. Мы зашли вконтакте, зашли в одноклассники и просто начали считать количество людей, вступивших в двух группах. Группы, связанные с благотворительностью, группы, относящиеся к фондам. Люди сидят внутри этих групп и могут только общаться с другом. И у них нет возможности делать что-то большое. Вот организаторы социал каппа отлично знают, как это работает. Узилы 6 миллионов человек. Как же это можно было сделать? Сейчас я поясню. На самом деле нам сделать шаг к этому помог случай. Мы участвовали в конкурсе победитель, в котором определяться голосованием. Голосовать можно было каждый день. И так получилось, что через две недели мы отставали от первых трех с гигантским отрывом. Потому что у них были армии ботов, которые за них голосовали. Наш программист недолго думая на коленке написал маленькую программу, которая бы каждый день всем нашим пользователям напоминала проголосуйте за проект OneMinute вот на таком-то сайте. Мы сделали рассылку по нашим самым нашим близким пользователям с просьбой установить вот эту маленькую программу плагин права. И около 500 человек сделали это. И мы поняли, что мы можем быть ближе к пользователю. Гораздо ближе, чем отдельный сайт в интернете. И мы можем с помощью вот этой программки напоминать ему о наших новых акциях, напоминать о новых действиях. Но самое главное, мы можем подсказывать ему в нужный момент, когда он может помочь. Когда он хочет что-то купить, мы сможем ему подсказать купи здесь и ты сможешь помочь. Таким образом мы создадим инструмент даже не безденежной помощи, а безденежной и пассивной. Не нужно ничего делать дополнительно, нужно только однажды согласиться с тем, что я готов помогать с помощью OneMinute и после этого совершать покупки, ходить в интернете, используя наш плагин. Выйти за рамки одного сайта. Если совершать действия через него, а не совершать покупки через него. Вот над этой конкретной идеей мы сейчас активно работаем. я надеюсь, через пару месяцев все смогут ей воспользоваться. А в конце я бы хотел сказать, что несмотря на наши планы по поводу каждой минуты на добро, OneMinute до сих пор работает и все могут прямо сейчас зайти, посмотреть и выполнить одно из десяти действий и помочь прямо сегодня. Собственно, это все. Я с удовольствием обсудил с вами любые моменты. Можно? Я, на самом деле, как с индустрией представитель такого маркетингового клиента, заказчик рекламы такого бухтарительного фонда. Я абсолютно восторген от вашей идеи. Мне это очень понравилось. Правда, мне кажется, это то, о чем любой маркетолог так вот мечтает, чтобы не только тебя покупали в прошлом хорошем, но и то, что ты даешь какой-то фидбэк, то есть ты дальше планировал. Ну и, собственно, мы, я даже не знаю, вы, наверное, над этим думаете, как-то будете старгетировать фонды и бренды? То есть, понятно, что это такая очевидная идея, но она очень важна для рекламодателей, потому что вы не хотите развивать свой концепт. Одна из возможностей. На самом деле, мы недавно помнили, что многим рекламодателям, большим игрокам российского интернет-рынка даже не так интересно продажи и ваши действия. Им интересна лояльность своей же аудитории. Они готовы у себя на сайте размещать наши ссылки и говорить, мы помогаем, мы не безразличны к тому, что интересно нашему покупателю. и в схеме я немножко сбивчиво рассказываю, в штатах гигантский тренд по развитию cost-related маркетинга. Порядка 2 миллиардов долларов ежегодно тратится на программы, связанные с благотворительностью и продажами. я не знаю, например, American Express перечисляет каждую транзакцию деньги на ремонт статуй свободы. Но проблема в том, что это себе могут позволить только действительно крупные бренды, у которых есть деньги на разработку концепции и на рекламу. А маленьким игрокам рынка это недоступно. А вам нет ли подобный ресурс может легко снять этот барьер и любой маркетолог, которому будет интересно получить лояльную аудиторию, очень просто может провести компанию на OneMinute. Кроме этого, пользователь сам решает, куда он направляет деньги. На помощь детям, на помощь старым людям, либо на поддержку каких-нибудь интересных социальных инициатив.